Лист эхинации высох, но руками его отрывать очень тяжело, то есть он отрывается, но у них поверхность такая, как щетинка колючая, именно такие листья, которые руками не рвутся, тогда выручают наши ножнички, можно обычными ножничками или садовыми, вот у меня ножички или садовыми, и тогда нарезаем небольшими полосочками, небольшими партиями, и так просто нарезаем по мехам. Можно взять несколько листиков, пучок такой, и вот так вот нарезка, и оставить до сохнуть после нарезки, желательно еще на пару часов, если это в доме, просто чтобы они полежали, провеяли. Вообще уже очень сильно высушенный, в смысле очень хорошо просушенный лист, можно сразу потом убирать в такое вот качество у меня крафтовые пакетики. Вот, если вы сомневаетесь еще, что он досох, ну вот этот досох можно убрать, а если сомневаетесь, что досох, например, подорожник очень долго сохнет, несмотря на то, что листики такого же плана примерно, как и здесь, в смысле размера, вот, то лучше после нарезки еще немножечко подсушить, потому что мы разрезаем, да, и может быть на срезе где-то на там, где жилка, вот центральная, может оказаться немножечко недосушено. Вот, и вообще, смотрите по обстановке, если вам удобно сначала высушить, а потом порезть, вот как вот здесь, в данный момент, то делайте так. Но иногда я делаю, сначала нарезаю, а потом уже сушу. Вот, в случае с подорожником, в последнее время стало действительно так делать и в случае с мелиссой. Она очень сочная, вот, иначе очень долго сохнет, это лето достаточно влажная, вот, и нужно, чтобы быстрее просохла, не потерял свои качества, полезные свойства, вот, нужно, чтобы материал максимально быстро высох, при этом не потерял цвет, не потерял все свою пользу, да, для чего мы, собственно говоря, не стал пахнуть какой-нибудь сыростью, да, не появилась плесень, и еще какие-нибудь интересные грибки. Вот, вот так я нарезаю сырой материал. Вот, периодически, если бы это был сырой материал, вот так вот, раз или пару раз в день точно можно ворошить, вот, и тогда он быстрее провянет, просушится. Вот, и все зависит от качества листа. Если лист толстый, плотный, или у него есть какое-нибудь покрытие, как, например, у Ярани, у Мать и Мачехи, они дольше сохнут. Вот смотрите по обстановочке. Вот такая у меня заготовочка, вот, сейчас еще перережу, и буду отправлять уже на хранение в крафтовый пакет.